Свою Небесную, урешительную души истинную, И живи с детской, и вся исполняя Сокровище логи, и жизни подателю Приди в силе церкви, и очистены от всяких скверных И спаси блажей души нашей Господи, благослови наше предстоящие занятия Не дай нам уклоняться ни лево, ни вправо, строго по окровленным стопам, то им следовать Господи, наставь нас, умудри нас, Господи Дай нам усвоить Твое Слово так, чтобы мы могли донести Его людям, не знающим Твоей истины Тебе слава высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков Аминь Так, если можешь, подойди сюда поближе, чтобы я рядом был Тут кое-что, задавайте мне вопрос Так, проходите место, под поднимом место У вас идет по тематике Я хотел продолжить маленько собрание Смысл такой Из какого тома читали Златоуста? Из какого тома? Возьми То есть вы слышали, Надежда Ивановна прочитала из проповеди Святого Иоанна Златоуста Ну, главная мысль, Таня, и судите священников Вот я сейчас конкретно буду спрашивать Вы слышали это уже, может, даже не первый раз О чем вообще речь идет? Я пока с ней буду говорить А потом к вам Будьте не дремлющие, не спящие Поближе, просто открой его пока Так, поскорее, посмотрим, полусонные Это какой-то? Дремлющий Не вижу Книга первая, а какой том-то? Здесь это есть Это что пишет? Иоанна Богослова? Иоанна Богослова А так я сейчас скажу Это восьмой том Восьмой том должен быть Если только по полной, патронология менее Ну, понятно Это по полной А? Это веренгетка оттуда Прямо оттуда Если она, как говорится, как серокопия взята Репринтное здание Так, я сейчас Почему ты его прочитала? Я прочитала, потому что меня этот вопрос волновал всегда И не только меня Насколько я вот разговаривала с сестрами С братьями не разговаривала, а с сестрами разговаривала Что когда начинают поносить священников У многих происходит просто-напросто внутри Происходит, ну как сказать, протест внутренний Вот против этого Против этого осуждения И когда я беседовала Мы пришли к выводу, что Осуждение Значит, это потому что идет противоречие со Словом Божьим Слово Божьим написано Написано Не извинительен ты человек, судящий другого Ибо каким судом судишь другого Осуждаешь себя Потому что делаешь то же И еще Делаешь то же Делаешь то же И еще Не судите никак прежде времени Пока не придет Господь И осветит скрыто во мраке И обнаружит сердечное намерение То есть это Это второе место И третье место про бревнов Понятно, что Речь это у меня судите Я вношу пояснение О чем речь идет Вот мы обсуждали с кем-то В первую очередь Тех, с кем мы обсуждали Ни одного уже здесь нету Ты на очереди стоишь Потому что не советуешься Почему? Я не перебивал тебя Это неспокойствие Только когда я поговорю Сразу не убегаю У них одинаково всех таких Чтобы спокойно до конца добыть Вот чем дело-то Ни одного брата среди вас нет Хорошо, что ты сказала А раз братьев там нет То мы уже ставим под сомнение Полновесное ли было там рассуждение Вот Кубайкина Я делаю батюшке замещание Батюшка у нас священник У нас прекрасное с ним отношение Но у меня очень большое желание Чтобы батюшка спасся Понятно? А почему? Потому что священнику Несравненно труднее Спасить Говорит Иоанн Влатоуст И поэтому Если мы безразличны Как он живет И как ведет себя То есть Мы его не любим Не уважаем И нам это не было Я ему сделал замещание Простое замещание Житейское А какое? Сейчас сразу Ну я знаю, что такое Так кто любил Вот так Подыскиваться Их тоже уже нет Потому что там внутри Идет гниение Ну Человек отхаркивается Сначала у него зеленое идет Там желтое И наконец у него отпадывает Что-то там он умер Это умер Не просто заснул Я батюшке сделал замещание В воскресный день Его встречают Я говорю А почему ты не едешь Вечерним поездом-то? Там же разъезд Его встречают На везде ходе До трассы 16 километров Везде ход это не мотоцикл Если сломается Вытаскивать нечем И он на ветру сидит Ну это же какая там Скорость это Он приезжает батюшка У него все Пупырь как здесь Я говорю Тебе уже наказание от Бога Как Галин заиграл Она пришла Прям аж лопается от злости Аж говорит И слезы из нее Да вы Да на нашего батюшка Я говорю Он тебе дороже, чем мне Зачем ты вмешиваешься? Если между нами это ссора Ты чужого пса хватаешь за уши Ты будешь покусана И батюшка принял Принял Больше ни разу его не встречали Ему облегчение тому кто там И безопасность Это не летний период времени При сухой погоде Кому непонятно 16 Да и там 4 Почти 20 километров На вездеходе Ни покрытия ничего нет На голом воздухе Ты выйди на голый воздух Прокатись маленько Сядь сверху на кабинку машины И она прямо решила себя За что? Ратуй за священника Где они? А они селены рядом Теперь Теперь только один священник Более лживого Постулата По отношению к священникам Придумать я ни за что А я в любой день захочу Причащаться, Галя Сильевна Чтобы в среду, пятницу Я могла прищащаться Никогда в жизни этого не было Ни в России Нигде в православии Наступает пост Готовится к причастию Называется Гаветь Ты почитай литературу Якуба Колоса И других Которые об этом говорят Гаветь называлась И среди, когда нету поста Только болящий Батюшка Кого-то мог там прищащать Нет, я в любой день хочу Это означает Поплыл Чаще прищащаются У батюшки большой опыт Он очень хорошо знает Я разговаривал Это люди близкие К беснованию Или беснуются Уже все Одержимое демоном Так это хорошо Хорошо, когда готов А когда недостойно Прищащаются Вы знаете Многие больны А не написано Как больны Психиатрия Это или И немало умирает Так, теперь второй вопрос А о чем здесь говорит Златоуз Вот крайне Просто коротко Объясни пожалуйста Надежда По-моему там предельно ясно Нет, не ясно Это вы как конкретный вопрос Что вообще Священники Что они как СК КПСС Не подсудны Или как старообрядцы Для нее так Так, никому ни слова не сдавать Вот что нужно знать Я скажу, что он вообще Златоуст не говорит о том О чем ты думаешь Притом ложно думаешь Ты извращаешь Златоуста Я еще ничего не сказала Я сейчас Я пояснил Вы меня спросили А потом сами Я пояснил А теперь что неправильно Мне не дали слова Я теперь на это и говорю Он говорит о том Когда священник Делать непотребно И от него отвращаются Отвращаются Когда он совершает литургию Об этом речь-то идет А что я пойду к попам А что там Он недостойно Через него идет таинство Больше тут ничего нету Совершенно Так Я вопрос задам А вы делаете Вот собор Собрание И сборище Какая разница Отвечай Александра Михайловна Что я слышал Что такое собрание И сборище Какая разница Есть между словами Есть конечно А какая Большая Маленькая Большая Когда собрание Собирается верное И решается Собрание еще непонятно Куда Налево Или направо Собор Это бывает Вселенский собор Это Как правило Это уже На высоком уровне А сборище Ну вам понятно Слово сборище Да Слушайте внимательно У меня родная сестра Моя Ирина Тихоновна Она работала в епархии Бухгалтером Ну хорошие близкие отношения С секретарем Епархии Новосибирской Отец Александр Пивоваров Магистр богословия Трагически погибший В машине Я мало в жизни Встречал таких Одаренных проповедников У меня проповеди Сохранились Его записанные А Клавдий Сюжанин В эту раскрутку Который умирал А то он первый Тогда первый Сказал проповеди Его сразу убрали Он первый Начал строить Купели С полным погружением Московской патриархии Он там заканчивал Академию Там и защищал Свои диссертации Секретарь епархии И он моей сестре Говорит Ирина Ты там Посмотри У тебя симфония Сейчас Сегодня у нас Собрание епархиальное Священников Много Приедет И надо им Сказать Что говорит Бог о священниках Если вопрос Задан о том Что говорит Бог о священниках То что Нужно Придумывать Или Просчитать Просто из Библии Вопрос Просчитать Вы меня спрашиваете Да я тебя спрашиваю Просчитать из Библии Или к этому Что-то сначала Добавлять Это говорит Повторяю Секретарь Законный В дальнейшем Это метрополит Гедион Тогда архиепископ Он был И он уехал Его оставил Проведи собрание Епархиальное У него ума хватало На нескольких архиереев Отец Александр Пивоваров И она подходит И говорит Батюшка Там день Два Три Она поготовилась Приходит Ему список Выписки Из Библии А в Библии Ничего О священниках Хорошего не говорится Ей Разницы нет Как бы Но она подошла И даже неудобно Идти или не идти Я говорю Нет и иди Тебе задание дали Он говорит Вот что есть То мы и должны сказать Библия Написана Духом Святым Ничего хорошего О них не говорит А мы бросились На защиту Защищать то Что не защищается Считаю Осия 6 глава 9-10 стих Библия у нас далеко Вот вы мне два раза Уже задали вопрос И сами слова Мне не дали Говори Вот то что вы сейчас Хотите сказать Вы уже начали говорить Вы говорили Прошлый раз На прошлом занятии Что в Библии Ничего хорошего О присвященниках Не говорится А я разве говорю Что это не так Это действительно так И все об этом знают Что это действительно так Но дело то не в этом А дело в том Что Пусть какие бы они Не были священники Плохие Нам то Бог Сказал Конкретное Конкретное слово Что мы Не должны Осуждать их Мы не будем Осуждать Просчитать Мы можем то что В Библии написано Прочитать Просчитать Просчитать И батюшке Отдать Скажите батюшка Вот что говорит Господь Бог Вот так я могу сделать Так надо делать Что написано Что написано В Библии Это сказано нам Это сказано нам Нам по учению Вот я теперь Дальше Так Открой пожалуйста Осия Шестая глава Осия Девятый Десятый стих Так Хорошая Просчитай Девятый Десятый стих Пожалуйста Зачем мне Осия Когда у нас Есть Новый Завет Который написан Для нашего времени Христом Это уже в чистом виде Сектантство Ересь Понятно Почему сектантство Я объясню Слушай внимательно Зачем нам Ветхий Завет Это говорят только Еретики Церковь Это категорически Осудила Христос Осудил Когда Господь Говорит апостолам И говорит 5.39 Евангелия От Яна Исследуйте Писание Ибо через них Вы Думаетесь Получить Жизнь вечную А они Свидетельствуют Мне Писание Когда Господь Это говорил Это еще Три года Было до казни Его И 8 лет До первого Евангелия А еще он говорил Конечно Ветхий Завет Вот и все Закончилось Когда апостол Павел Говорит Вникай в себя И в учение В себя И в учение Занимайся Постоянным В это время Еще не было Ни одной книги Ничего этого не было Нового завета Не было Во что вникать Ясное дело Ветхий Завет Нового и не было От старого Нового то Теперь Вот мы смотрим Христос воскрес Воскресший Господь Идет И беседует С учениками Луки 24 глава И стал им Доказывать На основании Закона Запятая Пророков И псалмов Так это откуда Это все Ветхий Завет Ты сама подумай Что ты сейчас сказала Нам зачем Оттуда Это не говорил Ни патриарх Никто Это тебя уже занесло Далеко занесло Оставил Два динария Когда пошел В гостинице Два динария А что означает Толкование в кефилах Это Ветхий Новый Завет А тебе не надо Однокрылая птица Куда-то полетить Да никуда В ад только А ты псалтыр считаешь Откуда Ветхий Завет У нас половина службы На псалтыре А когда считают По Риме В церкви сегодня По Риме Это Ветхозаветное чтение Сколько Сколько считается Все из Ветхого Завета Да мы ничего бы не знали В новом Не понимали даже Что о чем Речь то идет Потому что Ну открой Евангелие От Матпея И там ссылок Одних только 39 кажется Ссылок На Ветхий Завет А вы каждый раз Нам зачем Ветхий Нам зачем Я прошу Держи 6 глава 9 10 стих Можно я скажу Сейчас пока не надо Просчитать Я вперед сказал Просчитай 8 6 глава Видишь как враг Уже не допускает Быстро считать 9 10 стих Дома потом Обдумаешь 9 10 стих 6 глава 6 глава 9 10 стих Здесь 8 Внимательно Нет 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 Назад 6 Она там Там где было Там и было Там и надо считать 6 глава Там была уже Открыта Глава Все Зачем Ты ее закрыла Ну-ка Попробуй Она тут И была Открыта 6 глава 9 10 стих 9 10 стих 6 главы Как разбойники Как разбойники Подстерегают Человека Так сборище Священников Убивают На пути Сихем И совершают Нерзости Так Кого Называет Здесь Дух Святой Сборищем Я спросил Сборище Хорошее Да тут Сборище Это Самый Негативный Смысл Я знаю О чем Вы хотите Сказать Не забегай Вперед Не знаешь Скажи Это Лишнее Доказательство Того Что Священники Вели себя Недостойно Как в ветхом Заняти Так и внуков Пояснила Только Коротко Ответь Скажи Положительно Или отрицательно 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 И делают они Что мерзости Да И в ветхом Заняти В новом Заняти Делают мерзости Мы сейчас пройдем Андрей Куреев Об этом и говорит Да Когда побуждают Семинаристов Жить с ними Мужеложники Именно так Голубая Трехногая И доказались От того Что священники Вот именно такие И очень много Но нам Господь сказал Не судите Он сказал Это нам Я ссылаюсь Допустим У нас здесь Епископ Максим Алтайский Я не пойму Чего тебя так корежит Я не корежит Ты спокойно слушай Теперь Я объясняю Конкретно на фактах Алтайская Епархия Каждый пятый Священник Запрещен Не за благоугодные дела Вам как будто Удовольствие Доставляет Кулик священника Не ерничай Именно так Как будто Удовольствие Так держи Чего ты взяла Удовольствие Да потому что Вы об этом Не можете Не говорить Да нельзя Не говорить Когда земля Вопиет Когда патриарх Об этом говорит Патриарх Алексей Говорит Каких бандитов Напринимали Патриарх Алексей Он осуждает Или что Игнать Тихонович Спрашивай Он осуждает Или не осуждает Осуждает Я вот что хочу сказать Почему бы вам Не обличать их В участии Да я как раз и обличаю Это не обличение Это осуждение идет Обличение Это интимное Интимное состояние Когда человек Говорит человеку Так как Давид Обличал Нафан Так вот это Миллионных Сто миллионов Экземпляров И кто предал Христа Написано Первосвященники Нам не дано Обличать Нам не дано Осуждать священников Обличать можно Обличать можно Я тебе сказал сразу И нужно обличать Это очень хорошее Обличать Ты к нему не подойдешь Даже А вы по интернету Ему отправьте Кому? Священник Да у него интернета Никакого нет Почему нету? Да нет ничего у него Я в интернете Буду выискивать И ему говорить Обличительное письмо В газете Открытое письмо Напишите Апостол Павел говорит Обличайте перед всеми Чтобы проще имели страх Ты это читала? Читала Обличать перед всеми Если люди не понимают Да не надо о людях думать Сначала один на один Потом один на несколько человек Это брат когда согрешит Священнику не подойдешь И не скажешь Мы вообще говорим о священстве Это в наше время Ты не подойдешь и не скажешь Я ни к одному священнику Здесь не подходил Просто не подходил Я никого не судил Я считаю Что здесь написано Теперь Осия 5.1 Пожалуйста Просчитай Вот пятая глава Первый стих Вот это 5 глава Первый стих Слух Слушайте это священники И внимайте дом Израилев И преклоните ухо дом царя Ибо вам будет суд Потому что вы были западнёю в массифе И сетью раскинутую на фаворе То есть они являются петлёю Прямо говорит священником И западнёю Да как пророк Иеремия Этот Осия Он их осудил Он факт свидетельствует Он запечатлел это А этими словами пользовались Пользовались Две тысячи примерно Семьсот лет Всегда было И никогда это осуждением не было Это любовь Это Библия какое-то осуждение Любовь Это не Библия Повторяю Из Икииле 3.18 Если ты видел брата согрешающего Не против тебя Видел просто он делает И что сделал И не обличил его Не обличил это грех И тогда что Обличать надо Тогда кровь его с тебя взыщу Господь говорит Аминь Кровь А ты спас твою душу Аминь А если по-другому А по-другому так Ты не обличал его Он погибнет Но его кровь Господь говорит А обличал значит Ты свободен Его кровь на его голове Дальше Я специально посмотрел Иоанн 11.47 Откройка Поскорее 11.47 Бог нигде не заповедовал нам Баюкать Высыплять Сегодня об этом говорили Да ревность Когда у тебя Духом Божьим Да разве ты будешь молчать Обличать надо Обличать Но как Так и сказать Вот я ему открыл И показал Вы можете специально Сделать сайт Где будете Обличительной Никаких тайных нету Это грех Который при всем народе Делает Он лежит пьяный И возле церкви Лежит священник Пьяный И я его буду Отдельно Когда он проспится Пойду в отрезвитель Буду шептать Это грех Это грех Осудил Вообще проповеди И вообще проповеди Ни одной нету Самый главный вопрос Затерли Его нету Я выступаю И говорю Библия Говорится Бог и Его Почему не поминаете Как на меня священники Набросились Они грамотные Это не так переведено Там не хватает гласных Зачем тебе говорить гласные Когда были переводчики Высощайшего класса Переводили 4 духовные академии Два из них Переводчика канонизирован Макарий Алтайский Глухарь И Дорозов Митрополит Филарет Два из святых Теперь Синодальные издания До революции Издают эту Библию Ее репринтно Издают Теперь При советской власти Алексей Первый Алексей Второй Пимен Кирилл Все издают Зарубежные издают Только эту Библию И восемь раз Упоминается имя Иегова А сегодня Семинарист Начинает критиковать Кого? Он судит? Конечно он всех судит Ага Он говорит Я не судю Как ты судишь-то? Когда перевели Библия напечатана Это говоришь Неправильно Переводчики плохие Откуда ты взял Что неправильно? Вот это и есть осуждение Конкретных людей Я говорю Переводил Глухарев Хвольцин Давид Авраамов Равных которому нету Я Александра Мене Когда спросил Вы евреи Работайте с архивами С оригиналом Вы могли бы так перевести? У меня это записано Все в аудио Он говорит Да что? Да конечно нет Это говорит еврей Энстиклопедист С громадной ученостью И у него хватает ума Понять Что к тем переводчикам Даже близко тебя ставить не надо Ну-ка просчитай Что там написано И 1147 Тогда первосвященники И фарисеи Собрали совет И говорили Что нам делать? Этот человек Много чудес творит Для чего они собрались? У них цель-то Не о чудесах была А найти обвинение И пришпилить его Ко Христу Другого у них не было Деяние 2029 Это я так Поверхностно взял только Я только попутно Хочу напомнить Все ереси Какие самые большие Которые потрясали Церковь Христов Были от священников Не от мирян Не от чтецов Не от кочегаров Кто такой Арий? Очень хороший Пресвитер А кто такой Несторий? Патриарх Несторианство Вылилось Какую огромную ветвь Отошло И фига кто? Архимандрит Все до одной ереси Разначальниками Являются Священнослужители И с ними боролись Боролись страшно Вплоть до того Что отправляли их Куда не надо Дальше считай Деяние 20 глава 29 стих 30 дальше Ибо я знаю Ибо я знаю Я скажу Впереди написано Павел говорит Измелита Послал Ефест И призвал пресвитеров Это в этой же главе То есть сидели перед ним Не обыкновенные люди А епископы и пресвитеры И что дальше? Ибо я знаю Что по отшествии моем Войдут к вам Лютые волки Не щадящие стадо То есть речь идет О пресвитерах И из вас Самих восстанут люди Которые будут говорить Превратно Дабы увлечь учеников То есть они будут говорить Превратно То есть наоборот Задача какая? Увлечь за собою У них определенная Конкретная задача Увлечь за собою И апостол Павел говорит Он осудил священников? Осудил Если по нашему То рассудить Представь Священник Батюшка И вдруг волк И не волк просто А лютый волк Бешеный Бросает огромные силы Государство Чтобы немедленно Его отстрелять Потому что он Кого укусит То делается бешеным А остальные Евреи Массоны Коммунисты Фашисты Это только волки Посылаю вас Как овец Среди волков А собрав Священников Архиереев Называют лютыми волками Нам непонятно И это говорится Нигде-то уже В новом завете Который ты признаешь Это не игрушка Какая-то И на сегодняшний день Если мы посмотрим Много ли таких Да мы скажем А есть ли которые не такие Много ли их таких Которые не такие А почему Ну простой пример Корыстолюбие Не поощряется нигде Корыстолюбие Все знают Как поражено Это сословие И когда Шесть строков Подсидел Красноплевитин Это церковный историк Патриарший И он говорит Мое государство При Сталине еще Больно Трусостью и корыстью И трижды больна Корыстью и трусостью Трусостью и корыстью Моя родная Православная церковь И кто об этом говорит Митрополит Хризастом Московская патриархия Кто богаче всех живет У кого говорит забор Зеленой краской Непонятно почему Почему зеленой краской И везде все за деньги Уже сказали За крещение не брать Они сейчас Пожертвования Мы не берем Подходит крестить Пожертвования 700 рублей Ну Какое пожертвование Это сколько дадут И уже понятно Что лукавят Хитрят Мой родной брат Идет с ним Зиаконов Его руку положили Он говорит С Украины Это все с Украины Нам принесла А почему там война Да потому что Все покушали Церковная Одними эритиками покрылась Как язвами И он говорит Ну вот теперь-то тебе надо На Евангелие Больше обращать внимание Ты его считаешь А что это за книга В диаконах На руку положены Он говорит А зачем же ты приехал Гроши заработать Он с этим сюда приехал А вы такие знаете Я мало знаю Которые не такие Мне Батюшкин лучший друг Отец Иоанн Суворов И говорит Вот архиереи Когда приезжают Он целой свиты И обязательно Вот то-то-то Мы должны положить А да полное разорение Говорит община Прямо идет Ну вы видели Хоть одного архиерея Знаете ли Который не требовал бы Этих взятых Или как там назвать Поборов Обусажает Просто проходит Я говорю Я знаю одного Я много-то не знаю Их тоже это И в Тихие курочки Вот образец бедности Которому надо подражать Я его задвинули В такой конец Что вообще никакой Там один Жесть говорит Привяжет На колокольную поднимет Там прибьет Опять слезет вниз Привяжет веревкой Даже подцеплять некому Дальше Первая Тимопея 1.19 Это нам Холодный душ На голову Сегодня любвистов Очень много Давай Это главный любвитель Надюша Что такое любвизм? Скажите Любвизм? Что такое вообще? Любвизм Что любви? Любвизм Вы говорите Любвизм Батюшки Это с батюшкой Пошла эта зараза Да Бог милости И все простит Сегодня брат Игорь Дебунов об этом говорил Это написано Ложное надеяние Смертный грех считается А ничего не будет Да Бог милости Зачем он будет вас посылать? Да нет не будет И тут теперь Жгут книги Осипова Профессора Кучами показывают В интернете Что? Никакого вечного мучения Не будет А святые отцы понимали? Никто так не понимал А ты как думаешь? Я думаю Незачем вечному мучению Бить? Но я по другому Сказать не могу Написано Вечное мучение Пойдут Слука вечного Любвизм Вот как Я понимаю Это когда любовь Не по слову Божию Правильно? Абсолютно Они это Баюкают Да ничего Ничего Сколько Она приходит Кается Батюшка Вот я грешна И больше Ну ладно Бог милостивый Ее фартуком накрыло И в трахилию пошла Матушка подходит Одна Батюшка Мою Наташеньку Поисповедую Она у меня такая девственница Такая скромная Он начал ее исповедовать Это не кто-то говорит Архимандрит Амроси Юрасов В книжке своей А у нее 4 аборта Уже запрещали В 16 лет 4 аборта А для матери Она девственница Она ласковая Она хорошая Он должен наложить И пить имью на нее За одного только ребенка За одного Василия Великого Второе правило Говорит 10 лет Так Я говорю А что ты заикался Так если я так сделал У меня никого в храме не будет То есть он думает Как питаться будет А тебе не надо рассуждать Ты православный Каноны вступили в действие Остальное Это все по боку Если я судья Я должен судить Только по уголовному Процессуальному Гражданскому кодексу Я не могу придумывать закона Нравлюсь я Ненравлюсь Она может статью Маленько сгладить Ну вот Убил этот Мерзаев-то Агафонова Ну теперь как Неумышленное убийство Ну то есть Они сгладили там С 10 лет На 2 года А там Рамзан Кадыров Тащал Хадатай Статью ее выпустили Все Так в церкви-то этого нету Этого не должно быть 4 аборта Ну и теперь прикидывай сама Куда ты полезешь Вот в Америке У них накладывается Оно на другую Вот у нас Щихотила убил Сколько убил там 73 А этот А Александр Шульженко 100 убил 100 девушек 100 И ему тоже Хоть одну убил Хоть 100 одинаково А в Америке Ему начислили сразу 2 тысячи лет 2 тысячи лет Так он не может сидеть Закон должен сработать Тебе не надо спрашивать Жизнь Бог дает А закон дает тебе В Америке вот идет в накладку А у нас хоть что делает Никак Одно берет Которое самое высшее А перед этим Что было воровал Там это никуда не идет А у них Завровство Столько-то Изнасилования Столько-то Поджег Столько-то То есть У нас сам закон Беззаконный Узаконенное Беззаконие Прочитай пожалуйста Еще раз 1 Тиматио 1.19 Имея веру И добрую совесть Которую Некоторые Отвернув Потерпели Кораблекрушением Верия Это касается Всех И священников И мирян И вот интересно Я стал приводить Выдержку Из молитвы Серафима Саровского Преподобного Почитаемого На Руси А у меня Очень знакомый Такой Там протоиерей Благочинный Отец Александр Бурдин Я говорю Не могу понять Это у нас Жидовье Все захватило И в типографии Все Как они могли Это пропустить Я говорю А Бог А Бог Дескать Там везде Евреи и священники А почему Евреи и священники Стали жидовьем Почему ты решил Ну такое Пренебрежительное Отношение Это просто Антисемитизм Самый настоящий А там что написано Третий том Настольная книга Священнослужитель Это самый капитальный труд Московская патриархия При патриархии Пимени 601 страница Аз Грешный Серафим Молился Вопрошал Бога Не то что Дай попитаться Там что-то конкретное О русских Священниках И архиереях И три дня Три ночи На своем камушке Поднимал руки Какая была погода Ничего не написано Ну Мне бы интересно Было знать А дальше начинается И друг Бог заговорил Двоеточие Прямая речь Тут уже надо остановиться Или это выдумка Но выдумка Ну просто Никто не решается сказать Это такой капитальный труд По благословению патриарха И он говорит Бог заговорил и сказал А как он молился Я молился Что Бог пощадил Русских архиереев И священников Значит у него Внутри все Горело и болело Он понимал Куда завели А это Современник Пушкина Рядом уже Совсем Прям там Годы какие-то разделяют Почему никто не плакал Не молился об этом Только Серафим А сколько было архиереев Сколько было монастырей Ты не знаешь Сколько монастырей было Думаю что не только Серафим молился А многие молились Говори Написано только об одном Поэтому говорить много Это затуманивать Нигде нет Иначе бы церковь сохранить Могла хотя бы одного Ни одного нет Тысячу Двести семьдесят пять монастырей Под двести тысяч монахов И священников И ни один больше нигде не говорит Все равно сохранилось многое Как Кирилл Туровский писал И Анкерштадский И Бог заговорил Не пощажу И не помилую Как будто ни одного Нет спасенного Так он осудил их или не осудил Бог в первую очередь И Серафим Который сделал это известным Он осудил их или не осудил Он открыл Где главная беда в России Надвигающаяся революция Почему Он опять вопрошает Господи Ну почему Литургия идет Священники выходят Крестные ходы Мощей много Вымыслами человеческими Заменили Слово Божие Вот какая причина А откуда это 118 Псалом 113 стих У меня эпиграфом взятого На нашем На нашем сайте Значит Серафиму Саровскому Бог ответил А Яну Златоустро Разве не ответил Ответил И он пишет Большая часть священников погибает Вот я считаю Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Минимум шесть будут в аду Вы сейчас найдите В любом ипорхиальном собрании Скажите Вы можете предположить Что один из вас будет в аду Как? А не тем более в архиереи На один из архиереев в аду будет Да ты что говоришь? У них как туда Пропуск уже навсегда Вот А почему? Потому что не любят их А ты любишь? А я люблю Поэтому я им говорю Я пишу И писал Писал уже пишу Не меньше тридцати лет На машине Счатал и рассылал Ни одной купели не было Сейчас по всей стране строят купели О благовестии вообще речи не было И вдруг патриарх Непрерывно о благовестии О благовестии Почему? Меня спрашивают Он что, ваши книги получил? Не знаю Я случайно такое узнаю Что говорил Кураев Я случайно узнаю И патриарх сейчас Вот вы слышали Это меня Сколько вчера Несколько Скинули на меня Священники А вы Последнюю пропасть слышали Патриарх Вот мы даем полную правду Он говорит А которые официально выставили Они отрезали от нее Я такого еще не слыхал Купирует речь патриарха Которого называют святейшин Чтобы миссионерств Ленит будут отстранять Отзанимая должности Ни священников А архиереев А архиереев власти много А тут они поняли Что надо что-то делать Но пока на этом Поэтому За патриарха Кирилла Усилить молитву Просто усилить За всех священников Которых Бог коснулся За всех архиереев Это определенно Еще одно место Прочитаю Первый Тимофей 6.5 Пустые споры Между людьми Поврежденного ума Чуждыми истины Которые думают Будто благочестие Служит для прибытка Вот я что не делал Ани Ну а вы какую корысть От этого имеете То есть они не понимают Этого Священники Да почему так Приучены Вот у нас Анна Кузьминишина Она болеет сейчас Ельникова Ну она такая Ревностная была Она набрала эти материалы Газеты наше О крещении И по вагону Это я им сказал Удобно в электричке Идешь Ну и люди берут С охоты И бабушка одна Сколько стоит Да не сколько Сестра Я даром даю Даром Пошла отсюда Сектанты Это они только Даром дают Православные Никогда еще Даром не дают То есть она сразу Узнала Я говорю Да нет Иди я сказала Тоже мне Я одного Увидел Православного И говорю А что ж тебя Видели Около сельсовета В снегу Лежишь ты Пьяный А что Меня сектантом Назвали Баптистом А баптисты Не пьют Я сколько Говорил Я православный Не верят А они не пьют Вот я и пью Теперь Чтоб доказать Это самый веский Довод Я православный Я пью Курю И пятый раз Женился И батюшка Мне все прощает Вот о чем Если мы Слушаем Что нам говорит Сегодня Златоуса Ты прочитала Благодарение Богу Так надо понять О чем Речь шла О том Не зазирайте его Священника Какой бы он ни был Ибо на нем Дух Божий Он только положен И при счастье Через него Действительно Больше ни о чем Речи нету там А не о том Что он там Безобразничает Страшные Смертные грехи Вот мне задают Вот узнали у нас Батюшка Ярмонах Он голубой такой С Урала Что нам делать В первую очередь Я говорю Бывает молва Напрасная Недоказуемая Вы это знаете Да Знают То есть как Сознался Сумели сделать Сознался Ну теперь к нему Не ходи Не ходи Найди другого священника Но к архиерею Вы обязаны Пойти Поехать написать И он должен его убрать Он уже запрещен В смертном грехе находящийся Там Там уже ничего нету Никакой там нету Нету Это смертный грех Ну другое дело Что он там Выпил там Ну бывает Это Ну Он остается И с него Не снимается сан Только с него сан Не снятый Ну ты-то узнал Другие не знают А других ты не отвечаешь И по Ижек Я только так могу сказать А о том Что давайте Извергайте его Это делает только архиерея И существует Определенный порядок И то что ты прочитала Повторяю Речь идет Только Только О его сане Так и называется Священник И даже Видите Какие это грехи Да так Введение Неоднократно Было показано Священник лежит Связанный под лапкой А ангел совершает За него таинство А там даже в житиях Говорится Внучник пришел с батюшкой Он пришел и говорит Ой Батюшка меня крестил Какой он хороший А бабка думает Знал Ты про нашего батюшку Какой он Но внуку ничего не говорит А внук маленько пойдет Он меня рукой касался Так прямо Так баба пахнет Почти понюхай Баба понюхала Правда пахнет рука А где ты это взял Так батюшка меня трогал Я же тебе говорю баба Ой какой батюшка хороший А батюшки то три И она тогда взяла В церковь и показать Покажи мне где А он подошел Баба А вон там под скамейкой Связанный что то лежит Батюшка то его А твой то где батюшка то А он посмотрел Ангел стоит у алтаря А этот вон А баба никого там не видит То есть считай это за сказку Ну это написано Это написано А ты веришь в этом Я верю Бог силен это делать Не мы делаем ангел Не мы И поэтому когда вот такое считает у Златоуста А Златоуст Да как не осудил Четыреста священникам снял Все не слышали Одиннадцать архиереев Он осудил их Они уже преданы Все Да как он мог посметь На них же сам Они не соответствуют тому Что есть у них Но сегодня вот таких архиереев Там мало Которые решатся Но если в Барнаульские парки Каждый пятый запрещен Или со снятием саном Я возьми В этом выставил В интернете данные А мне сразу И пархиальный говорит Хооо Игнат Тихонович У вас такие устаревшие данные Эта цифра давно перевалила За одну пятую То есть 100 священников 20 под запрет 20 Так это то что уже Дальше невозможно терпеть За что Стоит там Говорит даже Мерзостно Так и называют мерзостью И стали сетью То есть люди доверяются им Любви Стан в головку Поцелует Ничего нет Бог-любовь Бог-любовь Покажем любовь Он на любви Это любвисты Они эпитемию Никогда не накладывают Эпитемия Это церковное наказание Ну допустим Человек убил Пошел Заготовил Нож натащил Пришел и убил А потом покаялся 18 лет Человек учился волшебству Кашпировский И пошел это делать А потом раскаялся 18 лет Приравнился к убийству А невольно убийство Невольно Ну бросил палку Там плоды Из дерева сбивал А в то время Ребенок подбежал Палка упала По виску Или шофер Назад сдал машину А там ребенок играл 12 лет Понимаешь Понимаешь Умышленный И неумышленный Да Ко священнику Когда говоришь Кто отменял каноны Нет А почему вы их не применяете Да тогда у меня в храме Никого не оставил Он их знает Там никого не будет Его питаться не на что будет Вы Богу не доверяетесь Если у вас уйдут все А Златоуст говорит И тогда не уступлю Один оставлю Но не уступлю правды А тогда придут люди Тогда придут люди Достойные этого звания Не надо обманывать людей Не надо Бога дурить Как батюшка рассказывал здесь Который служил до вечера Акафис и считал Дурить Бога не надо Мы христиане И поэтому здесь сказано Еще одно место прочитай 2 Тимофеев 4.3 После этого и кораблекрушения терпят И корыцолюбие Это всех касается 2 Тимофеев 4.3 Ибо будет время Когда здравого учения принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать себе учителей Которые льстили бы слуху То есть будут избирать От истины отвратят слух И обратятся к басням К басням Вот священник этот хороший Я говорю А как ты определил хороший Он все прощает А то любви Все на любви Так он в ад тебя заталкивает Ну батюшка Написано Говорит Если мы не так сделаем Ну батюшка сказал С него спросится Я говорю Такого нигде не написано Написано Всякий за себя даст отчет Вы меньше знаете чем я Я слишком много знаю их И слишком много мне пишут И никому Нигде я ни разу не сказал Зазирать священников А именно Сколь высокое это звание И как мы должны беречь Если видим что у него не так Как надо молиться Как помочь ему Выбраться из этой беды А ты говоришь Ты его любишь Твоя любовь В чем? Что ты молчишь Видишь что он беззаконник И говорят Будут говорить превратно Совершенно не этом От истины Обратят в сторону И будут искать учителей Стиль выслуха А мне нравится этот батюшка Он так в головку поцелует И все Это любисты Так говорите У меня два вопроса Да Погромче Первый такой вопрос Вот вы говорите Он если будет всем говорить Никто не будет ходить А получается Не будет нечему Вот потеть Процвет Например И вообще Потом храм закроется Или потом ему скажут Ученики Ничего не получается И кто-нибудь другого Кто будет ему любвистым Может такое тоже же быть Знаете Как будет Нам думать не надо Об этом Я должен поступить Так как есть Видите Если я начинаю говорить А как ювенальная юстиция Это ребенка Тебе не надо думать Написано Чаще наказывание Жалея розги Тебе указание дано А вот я поститься буду Да у меня вот Я замру Да не могу Тебе думать не надо То есть нужно делать И все Ты должен делать Это закон А вот еще вопрос Это закон Вот там шейхи проповедуют Сестра Купи хиджаб Это одежда У мусульман Которые так скрывают Купи хиджаб Жарко Не так жарко Как в аду Они во Франции Там это расхолаживается И уже Ну Ты с кем Да вот Поднакомилась уже С каким-то там Ты хочешь с ним быть Ну вот он сегодня мертвый Ты в могиле будешь сидеть Ты два дня не будешь там сидеть Он ей доказывает Это дело Ты мусульманка Сестра дорогая Иди сегодня же Купи хиджаб И они все одеты А то у нас тут выходят Сейчас они счет себя скинули Мимикрия Некоторые только идут до дома А вот это нет Это крепкие А остальные переодеваются И платок все по-другому Мы проехали по Турции Нынче Тысяча шестьсот пятьдесят километров Вот они два километра Мы проехали Азербайджан Это мусульманская страна Это большая Настоящая страна Шесть мусульманских республик Чечне Это другой народ Как говорят Другой менталитет В Турции Мы не увидели ни одной Которая была бы одета Как у нас У нас Он идет пожилой Видно с бородой И она идет Видно что лет за шестьдесят С лишним ей И она одета Как и есть Тут же молодой парень идет Катит Ну Коляску В коляске-то И она рядом идет Она идет с бородой И она Платье касается пола Вот и все Я видел это Если они это сумели сделать А у нас не могут Это означает Ни народ другой Другие священники Если бы они занимались этим А они мгновенно сразу Увидев что у нас такое есть А что это как мусульмане одеты То есть Он не только это не хочет у себя Он знает что Во-первых ему это не сделать Он никакой роли не играет Он просто Свидетель Преступлений народа Грехами народа питается Чем больше грешат Больше жертвуют Грехами народа Понятно И этот обман Он поразил все Зачем бы об этом Патриарх непрерывно Об этом говорил Доходит до чего Говорит Начинают за крещение брать Это симония Симония Снимает сам с него Так это не один Не два А стоп почти процент У нас по новому Тоже две тысячи Я слышу Потому что мы друженщины Разговаривали Они должны все делать бесплатно Вести святую десятину Десятину Заработал тысячу Сотню отвести На этом кончилось А если ты хочешь Что в храм строится Положи вторую Нищих любят Дай третью Как Тавид Первая глава Восьмой стих Можно еще вопрос Еще вопрос А вот Про Серафима Заровского Говорили Я тоже читал И к нему Чтобы привести Кого-нибудь Обычного человека С него священники Тоже деньги брали Чтобы показать В книжке Было написано Что самое интересное И сам Серафим Заровский Не уважал Этих Кто его там Охранял В общем мы сказали Не называя Ни одного имени Не считая То что я назвал Кто это говорил Говорил Не я просто К чему Это же не просто В этом веке появилось Это же идет Испокон веков 2700 лет назад Ну то есть Это идет Больше Сборище И почему Как бы Ничего Нет каких-то Скажем Продвижений Хорошо Я иду С этим священником Здесь Опять назову Идем на занятия Отец Иоанн Суворов Батюшкин Наикрашнейший Сабинный друг И он говорит Опять минут Я говорю Причью Которая говорится О милосердном Самогринении И он израненный Лежит Ну к раненому У всех какое-то Сострадание Держит закон Такое Не оказание помощи Уголовная статья Что если ты мог И не оказал помощь Почему Христос Вывел в притче Самого жестокосердного Именно священника Он сам священник Я вот Ну думаю Неоднократно Ну почему не показал Что шел навстречу Конюх Или земледелец Ну прошел мимо Даже не притормозил Ну и Яко-то интересуется Интернетом Иногда зашел Посмотрел Где Ткнули его ножичком А этот вообще Я говорю Так Христос Правильно сказал Ну конечно правильно Но я-то священник Так потому что Более Жестокосердного Сословия нету Почему И Бог под нож Полностью всех пускает Почему Завели Священников Везде Где бы они не появились Вот Ну я беру Чечня Потому что В составе Российской Федерации У них прямое указание Снайперам Всем первым делом Отстреливать священников Откуда вы это знаете Есть такая газета Милицейская Щит и меч Это центральная Московская газета Министерства Внутренних дел И они по этому Приезжают Косичку долой Борода уже не порчена У него Одеты в камуфляж Почему Они благословляют На войну И сейчас Война которая идет В этом На Украине Это главное На священников Главное Как так Да так Вот украинский священник Его призвали Ну там Убили в Донецке И он говорит Прямо видно Он стоит и говорит Ну по своему Я говорю по-русски Там по-украински Я не могу сказать Православные 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 Страна Вот за каждого Убитого Заплатите По 10 Разве Бог это заповедовал Нам За каждого Убитого Еще 10 Это угроба Угроба Даже Скорбь Нас не делает Лучше А это Показывали на Майдан Там тоже Эти бритые Были Католики Тоже так же Я ничего не придумаю Я говорю о фактах И поэтому Я непрерывно Непрестанно Ежедневно Молюсь За патриарха За папу Который ушел В затвор Вередикт И за Франциска Первого Сегодняшнего Про которого Брат Игорь говорил В Стамбуре Они там молились Я за всех Их молюсь Из-за епископов Почему Господи Дай им рождение Свыше Открой им глаза Куда народ идет Патриарх Смотри Сколько раз уже Прорывается Прорывается у него Говорит Так его в это время Не долбить Надо поддерживать И ссылаться на его слова Патриарх Кирилл Об этом сказал А я говорю Сказал Павел Да пошел ты Я говорю Патриарх Кирилл сказал Он сразу Священник Губы поджимает Я говорю Мы проехали До Дальнего Востока И одни развалины Ничего нету Секты все захватили Да вы что В народе Такое пробуждение Ну я Не где-то А большой улой Церковь Где меня решили Поставить священником Были мы В прошлом году Там Я говорю Духовная развалина Да вы что говорите Да какие духовные Да разве можно так говорить Я говорю Это сказал Святейший Патриарх Кирилл Он сразу Патриарх Так сказал Да Ну наверное Так и есть А в Библии написано Заговорил богатый И превознесли его До облаков Заговорил бедный А кто это такой Но когда я сказал Это патриарх Да мало того Еще у меня материал Вот патриарх сказал Сразу попятился Вот двойной Стандарт какой А если я сказал Я ссылаюсь На Ветхий Завет Где-то А чего он мне Ветхий Завет Безумные слова Безбожные Я показываю Что Христос На них ссылается Заповедует Павел ссылается Церковь в церкви Сегодня читается Ветхий Завет Псалтырь И поэтому Ветхий Завет Никто его не отменял А только Господь говорит Я пришел не нарушить А исполнить Надо понимать Что в Ветхом Завете Ягненок означал Христа Положили на жертвенников На жертвенник Крест Христов То есть Надо смотреть На что то указывало Тамошнее А нравственности Почитают царь и мать Об этом все осталось в силе В Новом Завете Ни слова не сказано Что нельзя жениться На родной сестре А в Ветхом сказано Но церковь все это принимает Женщина в нечистоте Сколько В Новом Завете нет Все из Ветхого Завета Мы никак не можем Я недавно встретился У Анны Кузьминишиной Они живут там Через коридорщик Она молится По три часа ночью Я так обрался И тоже Анна и звать Она говорит Она признает Говорит Только одну главу Десятую главу Евангелия Иоанна Во всей Библии Про пастыря Я говорю И так Ну вот зови ее Она бабушка Та расположенная такая Я стал Говорит Она да Господи Да согрешила я Я ей показываю У меня с собой материал Смотрите Как Христос говорит А Библия большая лежит Для нее это открытие было Почему столько лет Она ходит в храм Она богбоязненная Она молится И такие познания Даже ни одного сектанта Такого нету Кто ее загнал В эту нору Кротовую Почему А потому что Слово Библия В храме не звучит Слово Библии Я не слыхал еще Когда выступают Где-то Там патриархи Ахиереи Ни разу нигде не произносят Вообще Как будто ее нету А ты прямо Не бойся Называть Святая Библия А десятине Не говорят Надо назвать Не десятина А святая десятина Богом установлен Она уничтожает торговлю В храме не будет шума Не будет закрещения Это все даже бесплатно Делать Почему Десятина Все покроет Десятина Святая Можно мне сказать На этом закончат Пусть задания будут Занятия Вот по поводу По поводу Ветхого Завета Вы решили Что я отвергаю Ветхий Завет Это не так Я несколько раз Пыталась вставить Хотя бы Сейчас это понятно Не кали этим Продолжай дальше Ветхий Завет Я нисколько не отрицаю Я постоянно его читаю Особенно Соломона люблю Я постоянно читаю Но дело Дело вот в чем Я понимаю так Что Мы принимаем Из Ветхого Завета Все Абсолютно все Что не противоречит Новому Завету Вот Но есть Ветхом Завете Есть вещи Которые принимать нельзя Как например Убей там Человека Да не об этом Я открыл считать И Оси А ты сразу сказал Это Ветхом Завете Я вот на этом Мы тоже про конкретное место Это от священника Говорите На конкретную тему И они также говорят Овновом Завете Нет Ты сейчас не оправдывайся Ты сказала неправду И глупость Большую сморозила Игнатих Игорьич Подождите Я уже даже потеряла Что я хотела Речь идет об этом Но не откуда в сторону Да Вот что я вспомнила Значит В Ветхом Завете Господи помилуй В Ветхие Заветы Мы принимаем Все буквально В Ветхом Завете Как Абсолютно все принимается В основном Как история христианства Нет Это конкретно Овновь Подождите Я вам продолжаю То что я начала говорить Вот Надя Это заговор Нам это не надо Ну так я это скажу Да не надо Не туда тянешь Речь идет только о Оси Оси 6 Ну вы не дали мне сказать Можно вопрос задать Ну зачем нам обытье Я говорю Я считаю тебе Оси А ты говоришь А это Ветхий Завет Только об этом объясню Вы мне сказали Что я не принимаю Ветхий Завет Я вам объясняю Я принимаю Ветхий Завет Но ты сказала Ты не я Ты сказала Это Ветхий Завет На твои слова Я даю объяснение Это Ветхий Завет Поэтому там не все Можно брать Вот хорошо Оси сказал Можем брать Как знать Из Ветхого Завета Не все можно Ну разве можно Какую-то одну букву Вы бросить Даже одной буквы нельзя Не даете Не гнати Я только начну говорить Не дайте мне сказать Заметь время Не по делу говоришь Только об одной главе говоришь Что ты говоришь, что мы все согласны Ты говори конкретно И отходишь дальше от этих слов Где говорит Ося об освящении Зачем тебе это нужно дальше развозить Можно вопрос задать Я хочу ей задать вопрос Она начинает интересно Всегда Вот почему Игнат Тихонович говорит Братья, вы начинаете там когда разговаривать Вы между мете Между мете никакие не говорите Вы начинаете конкретно читать проповедь Златоуста Тогда будет все понятно Я вот по этому принципу иду Вот ты по какому принципу идешь Ты говоришь так Значит это для того, чтобы не поносить священников И читаешь Златоустаном Так, слово поносить, что такое? Как я поношу священников? Вы сказали конкретное слово поносить И я тоже хотела это уточнить Теперь давайте мне расскажите Как я поношу священников Вот он записан Ты начала со слова поношения Осуждения Я сказала, как надо относиться к священникам Нет, ты сказала конкретно Поносим когда мы священник И я тяну руку уточнить Надя, что значит Потому что идет под запись Я хотела Давайте посмотрим Я хотела посмотреть Ты скажи, что такое поносить Я тяну руку, чтобы у тебя спросить Надя, уточнить хочу Во множественном числе Во-первых, сказано было Мы Поношение и осуждение У меня сразу вопрос Какое отношение я имею? Я никогда не поносила ни священника Ни тем, кто его Ни архиерея Ни тех, кто его окружает Я никогда не поносила их Почему ты сказала Во множественном числе И почему ты употребила слово Поношение и осуждение Как будто мы сюда собираемся Для того, чтобы поносить Поносить У нас все идет Все собрания наши идут под запись Легко проверить И проверить одно, второе За нами наблюдает Я вхожу в интернет Я просматриваю все материалы Ну не все, но много материалов Тем, которые меня интересуют Я их все просматриваю, прослушиваю Я имею общее такое Ну и немаленькое представление О том, какой интерес вызывает наша община Наша, не у нас, а во всем мире Какие идут вопросы к Игнатию Тихоновичу Я его считаю не только моим наставником Но моим другом и учителем Я к нему так и отношусь И когда сегодня ты сейчас вот сказала Что я очень люблю Вот сидят сестры мои Братья мои Здесь не все сидят Но на собрании Прошлое собрание Батюшка посчитала Сколько вы? 72 человека было на собрании Мы собрались сюда для поношения Ведь это все можно посмотреть И если когда что-то бывает Вот у нас бывают иногда И реплики какие-то Или что-то там бывает Нам идут Игнатий Тихонович Обязательно там идут комментарии И ему указывают У вас вот то-то Вот то-то Вот то-то Поэтому вот за это слово Вот которое ты сейчас вот Начинали мы с него Ты сказала Поношение и осуждение За них обязательно кто-то зацепится Обязательно И будут нам Мне лично поставить в вину Я никогда нигде никого не осуждала И я никогда никого не поносила Только так не говори Это опасно так говорить Потому что мы часто бывает И поносим и осуждаем Пусть не здесь А пусть кого-то Это уже другой уровень Уже нормально Мы Ты же назвала мы Я тоже бываю в грешу Мы Я даже расскажу вам еще один момент Не надо На поношение Что такое поношение В прошлом Вот не нынешнее лето Да я же спросил-то Я что-то не могу понять Я спросил ее конкретно Не вас Я спросил ее Скажи, что такое поношение Ты отвергала-отвергала Крутилась тут, как змея под вилами Теперь Да, поношение Я тоже иногда поношу Ты рассказывай Как поносишь ты священство Давай Кайся здесь Так я поношу Да, как ты поносишь А может я туда вставлю Я священство не поношу Так, я потихоньку только Я что-то тебя вообще поняли Ты что крутишься Нет, священство не поносила Я поносила Ты бы лучше вообще Помолчала недель Месяца восемь Не пять недель А месяца восемь Языка-то это очень сильно Вот и все И кто осуждает Ну-ка скажи хоть одно осуждение Как я осудил хоть одного священника Скажи, как я осудил его Ты осуждал Насколько лет И так далее Потише, Игорь Скажи, что такое осуждение Как Так, говори теперь Я уберу, меня оглушили в этом Говори теперь Говори, что такое осудил Как Игорь А, вас Занятим, сейчас больше не надо еще Мало того осуждал Ты еще кощунствовал Понимаешь, Надя Я тебе подскажу Выход один То есть ты наговорилась уже Игорь Я попрошу тебя на слово не говорить Вот на твоем месте Если бы я сейчас был И все так же сказал И понимал Там все Это уже пропитано Тем был Засудничеством Адвокатством Я бы сказал Да, в самом деле Я Словом Вы Мы Всех Это неправильно Ну а конкретно Осуждает кто Вот Вот сидит главный Осудитель священников И вот этот Горнастый пень Вот я вам сейчас выскажу А ничего сказать Ты это не сможешь Потому что Ну как я отношусь к священникам Вы бы видели Сколько Мне интересно Священники Санкт-Петербурга Других мест Мы Священники Давно вас считаем Своим духовным отцом Я мирянин Неважно Мы все пересмотрели И как у нас сейчас В храме идет Дело поставили Я беседую С двумя священниками Тебе уже назвать Город Фрунзи Один из них Иеромонах Отец Леонид Потом он Диевская там Служит А этот Я не знаю Кандидат что ли На науку Он по-мирскому был Вот Мы беседовали Они собирали людей И вот тогда И Господь коснулся Я видел это счастье Пробужденной души Конечно Слова я говорил Горькие И вот он выходит Первый Кто? Владимир Светков Он в Санкт-Петербурге И вот заряди В интернете легко найдешь И он говорит Братья Уже сестры не говорят Уже знают что Не надо говорить сестры Я вот перед вами был Я расскажу вообще Про священников Какая у нас зависть Друг к другу Какое превозношение Вот только что вы меня видели Я сказал Я не достоин еще Христианином называться Мне Бог открыл это Это он вышел И перед народом Давай просить прощения У народа Второй священник Выходит Он игумен Игумен Романах Грошев Леонид Я называю Не боюсь даже Назвать Потому что Давнешнее время Это они оба живые И этот тоже вышел Мы были неправы Вот Мы ревнуем Кому больше подходят На исповедь То другое Так на исповедь Больше к нам Никому не будете подходить Этот пост Мы посвятим ощущению Понятно Мы занимаемся Своей душой И вы будете Каждый день Будут идти занятия Так Сестры Я предупреждаю вас Кто лечил Хорошая или плохая молитва Все принесите сюда Если не принесете Исповеди вам не будет И он показывает Вот такие вот Две пачки Молитв волшебных Ни одной молитвы Божественной нету Вся церковь Волшебцем занималась И тогда во дворе Города Фрунзе Киргизской ССР Там говорят Вытащили Я не знаю Там Вознесенский Или как называется храм И там сожгли И на последние недели Поста Началась тогда Исповедь Вот это было ощущение Так Надюша Я вижу плоды Ты не поняла Неправильно Мы не судим Не судим А ты уже давно В этом мысли была У тебя там Прохвастилась Прижавела Судят Судят Не надо этого говорить Не судят Скажите В чем я не права В том Потому что думала Что мы судим Священников Вы Всех От меня подряд Говорят Никто не судил Нет Не было этого Тем более я Как я могу судить У меня брат священник И сколько ко мне Обращаются не священники Архиереи Просят принять дружбу Вот сейчас Только сегодня Увезли Это священнику Вот книги повезли А сколько таких Я говорю Ты сначала ознакомься Берешь книги Да я бы не выхожу из них Все переписано Там как-то переписывают Вауди Еду дорогу Слушаю Можно спросить Если это не осуждение Тогда что Осуждение Означает Вот как Человек приходит Говорит Все Осудили Осудили Ему вынесли срок Вот в камере сидишь И человек волнуется Ходит на суд Повезли Пришел Спокойно Осудили Говорит Десять лет Спокойно Я знаю Говорит Завтра будет У меня не десять лет А девять лет И триста шестьдесят четыре дня Дальше идет отсчет Как для ракеты И наконец ноль И он вылетел Как ракета оттуда Счет идет В обратном порядке Теперь Вот так Вы поняли А чем лично У него было Осудили Слово осудили Вынесли Приговор Приговор Я могу сказать Что священникам Раскается намного труднее Труднее За этим Слишком многое стоит Вот я священнику говорю Ты знаешь Что крестить надо В полное погружение Ну а как же В дедахе написано В первую очередь Дедахи В книгу правил не входит А во вторых Считается апокрифом И относится Ко второму веку Ну и там На первом месте Дедахи 12 апостолов Написано Крестить в проточной воде Если нет В стоячей А если нет В сосуде А если ничего нет Полей водой Я говорю У нас так все и написано Полей водой Означает Ты должен раздеться И три раза его Облить А где это Когда клиник На нем все разрезано Снять он Разбит Раздавленный В больнице Второе Когда человек Находится в тюрьме А там вообще Возможности нету Баг построить И третье Потом православная церковь Включила Еще вот когда Когда человек в плену У татар в степи Там ни реки Ничего нет В степи И ни сосуда нет И тогда церковь Допустила третий пункт Первые два Всегда были Клиник И в тюрьме Там можно обливанием А вот если бывает Человек Вот заболел Заболел Шевелить нельзя А его обливанием кресили Правило говорится Если он выздоровит Священники ставить нельзя Тогда Игнать Тихонович Получается Что если это не осуждение Тогда действительно Поношение Да Ты тут должен осознать Это все Рассудни Мы любим Поношение Хорошо Что мы любим священников В первую очередь не ты А священники это понимают Зачем бы они ко мне Лезли друзья Архиереи И называли меня Духовным отцом Вплоть до архиереев А я таким себя не считаю Просто Я люблю моего Христа Я люблю Святую Библию Игнать Тихонович Я им это говорю А говорю то что написано О кительственном православии О священстве О священстве Там написано Что говорил Иероним Стридонский Больше Как если понимать Слово осуждения Иеронима Стридонского Никто не осуждал Он говорил О нравственности Священства Книга Его друзья От него все Отвернулись Все ушли В московскую Гостопатриархию А что ты только судишь Язычники от руки Переписывают его творения Об этом то Но теперь мы не знаем Ни одного имени Кто защищал священников А его знаем Он самый почитаемый В западной церкви Как у нас Иероним Стридонский Если мы разбирали Прошлый раз Тут Илариона Так мы не его разбирали А его Эдикт Миланский И патриаршее выступление Когда говорится И сколько Какие слова произносятся Вот у меня Десятый том Десятый том Я в конце Десятого тома Показал Вы напрасно Смотри Десятый том у меня книга Когда Десятый том Я закончил Я не знал Что дальше будет Тридцать томов Я сказал Слово Христос В десяти томах Встречается И 3675 раз Слово Бог Встречается столько Слово Церковь Столько Библия Столько То есть В десяти книгах Слово Библии У меня встречается 753 К примеру сказать Я выдвинул Ну примерно Я не знаю Сколько 50 позиций И по этим словам Уже можно понять О чем там идет речь Ну о чем идет речь Если человек только говорил Хвала Сталину Понятно Что говорил Сталинист Вот В этой книге Я сделал подсчет Ничего удивительного нет Что я обращаю внимание На речи Таких Которые во главе Стоят церкви Как Патриарх Как Иларион Алфеев И как они Слово Библии Ни у того Ни у другого Ни разу Ни разу Повторяю Неужели непонятно И какие именно Слова встречаются Это не мой Подсчет даже Мне прислали Не я даже Этим занимался Я просто Сказал Вот так Вот сейчас Наши братья ездили Отеца Аким Иоанн Туда Антрацит Луганской области Ну и там военные И мне в интернете Говорят Эх Игнать Ихныч Жалко вас там не было То есть они побыли Там Ну благодарим Мы привезли И все Да там момент Можно было Так сказать Вы понимаете Какие Откровения Говорят сейчас Откровения Какие Мне говорят Ну может это не Откровения А так Вот Откровения уже В Украине Были Что Путин Как выйти из этого Кризиса Путин должен С Порошенко договориться И общими силами Ударить по Донецку И все В пепел превратить И все закончилось И больше Это зараза Никуда не будет ползти Я говорю Ну вы сейчас Зоя Крахмальникова, не знаю. В 20-м томе Александр Мень. Тогда в 21-м. Да. В 20-м томе. 21-й том. А Зоя Крахмальникова, ее труд, горькие плоды сладкого плена. Так у нее такая грамота была от митрополита Виталия, когда она была там. А мне казалось, это пророчица Девора встала над Россией. Просто надо посчитать. И она показывает, она писала Петериму, это издательский отдел тогда был, ЖМП. Жена Московской Патриархии. Их называли жалкие мысли Петерима, первая буква. Ну, и она видит, ничего нет, все ушло. Ничего нет. Просто, но номенклатурно, они его понимают как. Вот смотрите, ко мне приезжает сюда архимандрит. Конкретная цель о том, как я буду вести занятия. Ушли ни слова, ни полслова. Нигде вообще нету, как будто никогда не было. Вот что самое удивительное-то. Я им столько книг подарил, мы так долго прощались. Такие отношения хорошие-хорошие. Ну, Филарет. Секретарь епархии. Ну, хотя бы сказали, подожди, или передумали. Звонит тогда, звонит тогда был этот Беляй, Патистергий. Вот, Владыка Максим, там Езельца, где он находится, Липецкая область. Хочет все ваши книги приобрести. За ценой мы не поставим. Я говорю, об этом речи нет, вы богаче меня живете. Ну, а когда приехать? Да завтра приезжайте. Вот уже завтра 4-5 месяцев, никого нигде нет. Хотя бы сказали, мы передумали, или поняли, что там бяка, нам не надо. А вот как будто никакого, необязательность. Вот эта необязательность, главная причина, почему многие не стали соединяться с Московской Патриархией. Вот он говорит, ну что, в прошлый раз, когда говорил, Максим, для вас и птихий, и не гарант. Я говорю, какой гарант? Он полумертвый, да и ты такой же, я говорю, когда сидели в епархии за столом. Ну, вот у меня свидетели там были. Какой гарант? А ни того нет, ни другого. Какой гарант? И вот они долго разоключают. Баварин, тогда был Антоний, и этот, Коршунов, трое. Баварина нет, умер. Антоний умер. А Коршунов неизвестно где. Ну и что? Гарант только один. Святая Библия и вечный, любимый Христос. Погромче говорить можете? Да. Вот вопрос такой. Вот тоже вы говорите, что там надо обречать священника. А есть же священники тоже же хорошие. Как? Священники есть тоже хорошие же. Очень хорошие есть. Я и сказал. Вот я, например, там с коллегами разговариваю. И приходил, пришли ребенка к кестеть. И священник говорит, например, вот вы пришли к ребенку к кестеть, и вы сами Библию не знаете. В пост зачали говорить, туда-сюда. Ну и вот так вот обругал. И вот люди пришли, как бы, и были не очень довольны, кто так говорил. А я просто с вами общаюсь, подумал, значит, это правильно священник говорит. Священник-то правильно говорил, он только прикрылся. Он говорил правильно, но они не договаривают. Вот когда слепорожденный был, они говорят, пошел его гонять, ты весь во грехах, зачем ты нас ли учишь? Так и вы его таким сделали-то. Народ-то, который пришел креститься и ничего не знает. А-то священники, если бы они учили, такими не было. Мы сказать на своих не можем. Народ, говорит, тупой и необразованный. А-то комиссия составлена от патриарха по мироточивым окнам, этим иконам. Мы, говорит, голову ломаем, а-то нечистая сила, может, над нами смеется, говорит, черти роганом строят. Комиссия назначена патриархом. Я он экономцем, там, Флоренский тоже Павел звать, биологический там, институт, университет. Исследует мир, состав. Не надо ничего этого. Мне одна из наших прихожанок, совсем недавно, говорит, у меня икону забертащила. Что делать? Что делать? Я говорю, ты в наши отношения? Да, я знаю. Ты к ней привязана? Нет. Рядом какой храм? Андреевский. Ну, отнеси, Андреевский, батюшке, отдай, и все на этом кончилось. Что я сказал не так? Да кого? Вот кто бы меня что ни спрашивал в интернете. Вот я не знаю, как вот я венчина, не венчина был у баптистов, как пришел. Мой ответ один. Ближайший храм, иди к священнику. Почему? Христос говорил, иди и покажи священнику. Другого ответа я не дал за 53 года. Так, посчитаю я священников или нет? Так он такой. Я не спрашиваю, какой. Я говорю, он служит еще? Служит, иди к нему. Он достоин того, чтобы снять с тебя эту вину. Помочь, направить тебе вину нужным путем. Без этих священных рук священника нет отпущения смертным грехов, Иоанн Златоуст говорит. Так, мы сегодня... Можно вопрос? Вот, давай. Вот, я услышала, что мы поносим. А ты не считаешь себя, что ты поносишь? Почему ты говоришь, что мы поносим? Ты сама осуждаешься когда-нибудь священнику? Дай отвечу. Я считаю, что мы поносим. Потому что все, кто здесь участвует и молчит, мы все соучастники этого действия. Значит, ты уже не поносишь. Действовал. Иначе бы не было такого адвокатства. И те, которые ушли, все до новых. Это первое. Это повод такой. Как бы себя заранее оправдать свой поступок. Я вижу в этом психологически такой момент. Я думаю, что ты держишься еще у нас из-за Николая. Как бы Николай тебя не зажимал так, ты давно ушла. Во-вторых... Знаете, почему держусь? Я думаю, может, поэтому... Потому что я всех очень люблю. Я коврю привязываю. Ну, это тогда спокойно. Я никуда не собираюсь. Хорошо. Перед Богом скажи, что мы его не судим. Мы тебе говорим, не судим. И тебе не надо настаивать. Потому что я же живой человек. И поэтому я не сужу. Я хочу спросить. Я хочу спросить. Вот, батюшка... Хорошо, Игнать Технин, так вот... Как бы, ну, предположим, что судит, да? Хотя он не судит, а обличает. И мы обличаем. Он обличает и напрямую, и в интернете, и письменно. Он только что на предыдущих собраниях говорил о том, как он ответ дал этому древнеполославному митрополиту. Это что? Он... У него ума хватает, что он напрямую должен приехать и еще обсудить с ним те моменты, которые он скрыл еще в этом письме, не ответил ему. Обличение это очень хорошо. А если мы там собирались... Максиме, еще епископ и Максиме, у них в епархии собирались и говорили... Он час с вечным говорил, все слушали, потом сказал этот секретарь Беляев Сергей, сказал, что да, все так оно и есть. Это что? Это обличение или осуждение? А для чего мы повторяем то, что было сказано на этом департаментском собрании? Для чего мы повторяем здесь перед нами? Да потому, чтобы нам вот так вот отличать белое от черного. Чтобы мы любовь отличали от любвизма. Чтобы обличение отличали от осуждения. А батюшка, когда говорит вот здесь нам... Он рассказывает про те беззакония, которые совершаются в московской церкви, в храмах. Он что, осуждает своих коллег, священникам? Так, Надюша, пускай Володя, ответь, а я отдам ему аппарат, потом. Скажи. Я скажу одно. Мы православные, а раз мы православные, у нас есть толкование к Святой Библии. Иначе, если вы позволите первый том, я через закладку прочитаю кое-что. Иван для Матфея, 7 глава, 1 стих. Я прочитаю и сразу прочитаю толкование на это. Если кто-то стих Писания заучил, то узнает, о чем сейчас речь будет. Сейчас я прочитаю вам. О нем сегодня уже говорили. Да, раз мы православные, мы должны знать толкование. Говорить слова, стихи Писания, так надо еще и смысл показать Писанию. Не просто так. Матфея, 7 глава, 1 стих. Сейчас я вам открою вот. Не судите, да не судимы будете. Короткий стих. Толкование. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать. Потому что укорение и выговор служат к пользе. А осуждение клонится к обиде и унижению. Особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить Бог. Все, короткое толкование. Вот это укор, это не осуждение, Надюша, нет. Укор это же личное, обычно. Нет, нигде не написано, что ты решил. Тебя, Тарас, и грешит брат твой, читать надо внимательно. Ну, Иеремия, Иеремия что-то написал. Ну, Иеремия, слышишь, нет? Иеремия, а он не пошел, он послал варуха. Написал на бумаге и послал, это считается обличение. Это писание. Да, на бумаге написано, это обличение. Вот я это и делаю. В газетах у вас статьи были, вы рассказывали, что там не так. Это было обличение, потому что человек читает лично. Нет, слова лично нет, это не имеет значения. Через кого-то. Сейчас прошло сто тысяч лет, мы читаем это дело, и нас это слово судит. Судит оно нас. А когда за глаза, тогда это уже осуждение. Ну, ты откажись, значит, все время это будет неладно. Не так, подожди. Вот, Игоря, ну, ты имеешь иду, Игорь, скорее всего. Да, конечно. Я не знаю, что обличает, но Игорь осуждает. Осуждает. А он сколько обличал в глаза священников наши? Когда мы проповедовали, когда мы около церкви стояли, семинаристы, он беседовал и обличал, он же не осуждал. А потом он просто это рассказывает нам. Понимаешь, вот он когда рассказывает, не он даже, а кто-то другой даже. Он когда рассказывает, он говорит как бы во множественном числе, понимаешь, как бы обо всех. И получается, что те, которые не такие, на них идет клевета. На них это не пойдет, они встряхнутся. Стряхнутся. Так, я сейчас, ну, лучше. Смотри-ка. Вот мы находимся в епархии. Барнаульская епархия. Там наш батюшка. Секретарь епархии Беляев, отец Сергий. Благочинный Барнаульского округа, отец Александр Войтович. И председатель там какого-то отдела, катехизаторского, Писун. И там Валентин, я не знаю, как-то Карелин или как его звать все. Я здесь ни одного слова не произнес. А там мне предоставили слово. Я говорил час и десять минут. Это снимали. Там Валабуев был, фотографы были. И в конце секретарь епархии при всех. А говорил слова, которые сейчас я говорил, Серапима. Все это сказал. И более строго говорил. И говорил мне, не конкретно ты, Сергий. Ты что ему говоришь? Я говорил о священстве. И он в конце сказал. Под каждым словом, Игнатий Тихонович, я могу подписаться. А все остальные молчали. Это тут же было положено на стол и на просмотр архиерею. По сегодняшний день ни один ничего не сказал. Докседали, а он нас судит. Ни у кого даже мыслей не облачет. Что ты берешь на себя такую миссию? Которую не вернут ни священники, ни митрополит. Я-то письма эти, которые пишу в интернете и везде. А ты бы с ним встретился. Просто еще я пойду в Америку. Я видел, что не так поступает. Да нет, конечно. Написал. Мой материал там разгложили. Передают другому священнику. И ни одному, ни другому. А речь идет уже там с несколькими перекладными идет. И ссылаются, что так сказал. Да, материал этот мой. Но он-то Андрей Кураев увидел. Игнатия-то своего ничего не говорит. Он поднимает, говорит, целые пласты. То, что мы забыли. Это же тебя святых. Что говорят святые патристика в Библии. Андрей Кураев потом увидел. Постарайтесь хотя бы глазами Андрея Кураева посмотреть на то, что я говорю. Можно, Игнатий Тихонович, еще последнее, что я хотела сказать. Вот у многих священников, допустим, я замечала, что вот есть такое, что они говорят о том, что там не так, там, не так, там, значит, беспорядки. Но многие или почти все, они не говорят конкретно, допустим, вернее, про людей. Они не осуждают людей. Они осуждают именно беспорядки, как существительное. Беспорядок. Вот эти непорядки, эти нестроения, эти, как сказать, грехи священников, они называют. Но они не называют конкретно людей, и поэтому они не грешат против человека. Поэтому пустое они говорят, ни на кого не действуют. Теперь смотри. Златоуз говорит, когда мы в храме, в храме, не называем людей, мы вращуем их незримо, говорим. А они не просто как-то, я стою в храме, и они меня видят, и я у него вчера исповедовался, а он в это время выходит, вот у нас ходят такие, вот он стоит и на меня, и называет меня по имени, я стою. Это вопр... А? Так нельзя. Спокойно. Да ты, миленькая, сама была, пришли, мне рассказывали, когда Бурдин там говорил-то, Игнатий какой, и как он есть, и куда уехал, и с кем. Ну, я не говорю, что это хорошо, я тоже... Да ничего не хорошо-то, ничего, во-первых, этого нету, ложь говорит-то. Я вот и нигде не уехал. Мало ли он как грешит, мы не можем ссылаться на тех, кто... Я говорю, что, Надюша, если мы желаем действительно быть верными Богу, надо же сравнивать себя, вникай в себя и в закон, а не то, что ты понравилась, тебе не понадобится. В себя и в закон, в учение. Занимайся этим постоянно. А если постоянно не занимаешься, ты не можешь контролировать, сказала, правильно или неправильно. Ты знаешь, вот утром только встаем, вот уже помолились, считается Слово Божие, и одновременно одной рукой в интернете. Сколько идет... Вот утром только Украина, все по скайпу, все это выставлено, у нас самозапись идет, Володя записывает. Ты бы посмотрела, сколько людей, которые дают благодарность. Мы в интернете были столько лет, решили вообще уйти, и наконец наткнулись на вас. Мы сейчас вообще не выходим с ваших каналов. Теперь все книги скачали, дорогой слушаем, дома слушаем, ложась спать слушаем. Это сказал бы один, но это пишут с Германии, с Греции, с Англии, с Израиля, я не знаю страну, которую назвать, здесь. А Украина, прям как будто вся Украина поднялась на моих, говорится, ресурсах пасется. А почему? Искренность. Мы впервые встретились, что в православии есть люди с живой верой. А посмотри, сколько сектантов. Вот сейчас я веду разговор с баптистом Шаповалом Юрии, уже три беседы прошло. А то сколько людей на этом сейчас находят путь. А он такой порядочный, разговаривает спокойно, вопросы задает. Я об этом говорил не раз, найдите мне хорошего баптиста, и мы будем с ним беседовать. Господь говорит, найду, только из Америки будет. И сейчас у нас уже три беседы прошло, они выставлены. Каждая беседа почти по полтора часа. Сейчас, подождите пока. Сегодня мы уже свой ресурс исчерпали. Нам уже не нужно ничего. Посторонним нужно только слушать. Так. Ну, ничего. Ну, я еще хотел только добавить к этому. Как-то мы это прошли, Гнатилыч, только коснулся чуть-чуть, но не заострил внимание. Дело все в том, что когда Златоуст говорил, он же в четвертом веке жил. Монашеству еще было всего 50 лет, может даже поменьше. Рождение, монашеству 50 всего. Еще даже одно поколение, как следует, не нажилось при монахах. Дальше. Собор только-только первый состоялся. 381 год. Второй собор был только вселенский. Вот как раз Златоуст в это время где-то и писал. Второй собор. И уже были каноны какие-то. Но еще не все, конечно, каноны были. И каноны дальше пополнялись, пополнялись. И конкретно уже при нем были свои каноны, которые нельзя было не исполнить. Один из них это о крещении. Там-то как-то они своеобразно действовали. В общем, людей крестили не в троекратное погружение, а единожды крестили людей погружением. Но единожды. И там написан этот канон. Он 50-й. 50-й же, да? 50-й канон. Апостольские правила. Кто не будет из священников троекратно погружать, а совершать в одно погружение, тот будет извержен из сана. И теперь я вопрос задаю. Это там эти каноны 85. И к священникам они почти все относятся. Я теперь хочу вопрос задать. Ну, было-то так, что где-то священник это согрешил, а кто-то не узнал. Мимо прошло. Этот священник, он сам себя должен сан сложить или нет? Или ждать ему суда? А совесть его не обличает? Он же каноны знает. Так я вот что тебе скажу. Нету совести у этого священника. Понятно? Он сам себя должен осудить и извекнуть из сана. Не волнуйся. Главное, не волнуйся за них. Они себя уже осудили. Но не было на них просто суда. Вот почему мы тут копья ломаем? Ты осудили, не осудили? Если бы была какая-то реакция хоть одного церковного начали или совести этого священника, который столько людей в ад отправляет уже, как сказал апостол Петр, хватит мне сюда эти в рай запечатанные мешки, сухие кожи эти слать. Потому что, посмотришь, а нет ничего. Ни одной души-то в раю нету. А только со штампами одни сухие бычьи кожи. Вот что там в раю-то. Ты погляди, что они тут натворили. Всех священников, я тебе еще раз говорю, всех, они вообще никто не крестит троекратным. А кто крестит сейчас троекратным погружением, те, те уже сейчас нагрешили столько, что не знаю, Бог-то простит их или нет, но я не осуждаю еще пока. Я еще пока их не осудил и не сказал, что они в аду будут. Вернее, что они в аду. Но будут в аду точно, точно будут, если не покаяться. Игорь, а если считаешь так, вот я посмотрел на священника и говорю, проклятый ты. Это осуждение? Это осуждение. Да, вот это осуждение. Так вот, послушай. Каноны, очень многие, заканчиваются преданием Анапими. Назвестно, подклятвой, то есть проклятой. О, да. И как? Прежде чем этот канон возник, вот этим явлением уже было заражено целое область и государство. И какие? Монашества. И вот первые начинают Анкирские, Гангские соборы, там об этом, Илладикийские захватывают. Это все там, это все где-то около этого времени. Златоуст умер в 47-м году, чтобы для памяти знали. Вот. Если кто оставляет жену под видом благочестия, то есть монашества, да будет подклятвой. А это-то было массовое явление. С женой чуть не так, а я в монастырь. Дальше. Если кто оставляет родителей, престарелых, ради благочестия, ради монашества, имею в виду, там написано, да будет подклятвою. Кто оставляет детей, несовершеннолетних, очевидно. Значит, если это в канон вошло, это значит, это массовое явление было. Значит, закон-то входит, когда-то, даже уже переть некуда. Подклятвою. И вот это подклятвою, под проклятием, один за другим правило. Так это проклятие, спросил? Да, проклятие. А проклятие это что, анафема? Ну, считай так. Так это осуждение? Да, осуждение. Церковь поставила под осуждение. Тебе не надо умничать-то. Любви с ним не надо заниматься. А вот он так оставил. Ну, ради благочестия. Если одевают мужскую одежду, ради благочестия. Ну, вот как Ксения Петербургская. Мужская одежда она была. Она подклятва. А что для нее? Закон отдельный писать будут? Муж у нее офицер, его убили, он полковник был. Она шинель надела, брюки его нацепила и пошла. А теперь ночью. Видели, как она кирпичи таскала. А что она ночью-то на стройке шлялась-то? Зачем ее туда пускали-то? Ее не надо было выпроводить или арестовать. Каждая стройка охраняется. Она кирпичи таскала. Ну, видишь, подъемом краном сделалась. И больше заниматься нечем было. В мужской одежде. И церковь помолчала. Промолчать. Не церковь, это, конечно, те, кто им надо было создать. Орел. Зачем это нужно? В первую очередь, какая у нее была вера, если она ума рехнулась и даже потом показывала это от гибели мужа. Она вообще не должна была показать. Муж умер. Бог дал, Бог взял. Совершенно спокойно надо переносить. И Анна Тауз говорит, если у тебя мужа убили, а ты лицо сарапаешь, волосы распустила, язычники смеются, а где же ваша вера в воскресенье из мертвых? Да вы как раз и показываете этими криками, воплями у гроба родного, что вы не верите в его воскресенье-то? А если ты веришь, говоришь, так он погиб, так как ему руку оторвало ногу, а там получил двумя руками, двумя ногами. То есть там будет все по-другому. И если эти клятвости, плошь прям один, второй, третий, четвертый, подряд идут эти каноны, которые никто не отменял, вот где осуждение было мертвое, а можно было, церковь уже не обсуждается, если они поставили, значит так и остается. Я их отменять не могу. А сегодня, оно и сегодня хватает этого. У церкви очень-очень строгий язык был, всегда на канонах. И можно было, кажется, более мягко сказать, ничуть не бывало. Вот новоциан принимают, их принимают, там, которые анкротеют, и всех принимают через полное погружение. А этих решили, их очень много было, и принять, значит, перекрещивать епископов надо их, а рукоположение сохранилось. И тогда епископы собрались и говорят, ну, можно, конечно, принять и без крещения, просто помажем миром и все. А Василий Великий ничего не знает там. А он уже поставил и сказал, не принимать только через крещение. Ему привезли решение собора и говорят, смотри, решили принимать? Да решили. Ну, раз решили, значит, так и будет. Я тоже за. Не надо наставить на своем. Василий Великий – это гигант в монашестве. И он сразу изменил свое мнение и сказал, ну, я со всеми согласен, раз уж епископы решили таких-то принимать и не крестить. Повторно. Вот я в этом еще раз увидел, что значит не ложное, а настоящее смирение. Иоанна Златоуста свергли священники, свергли епископы. 47 епископов проголосовали за него, как за безбожника. Сослали веревкой за шею и тащат воины. Притарианцы – это Альфа, как сегодня группа назвали бы ее, тащили. А монахи дорогой под водительством епископа Форетрия православного засели на горных тропах и ждали, когда повезут, чтобы убить его. Третий тонн. Златоуста убить. Ой, православное, которого никто Форетрия не отключал, он православный, служит. И он монахов набрал, и в горах на разных тропах сидели, и где-то они натулись на них. И ослы побежали, видимо, между двух ослов, это Паланкин был такой, он на нем лежал, он упал осел. И он покатился, Златоуста, на краю пропасти зацепился только. А которые притарианцы были, это гвардия охраняла его ссылку, они сказали, лучше в руки и саврян, турок, попасть, чем этим злыднем. Монахам. С чем этим извергам рода человеческого. Они предполагали, лучше попасть, тогда мусульманства еще не было. Попасть и саврянам. Это от Исава, которые идут. Так это никто его Форетрия не отключил. Осужден, да он осужден действиями своими. Еще раз напоминаю, желая найти сочувствующих Златоусту братьев долгих, приплыл патриарх Феофил с Александрией, другой со всеми епархий, с другого континента, нанял воинов, напоил вином и послал искать. И они убили 10 тысяч монахов православных. Ты не слышала про это? Слышала. 10 тысяч вообразить нельзя. Да ты не Майдан, это побольше того. 10 тысяч. И этого патриарха никто не осудил, ничего нигде нет. Как будто вот так вот, обмахнуло и нет. Вот надо о чем думать-то. И больше всего против обличения, которое называют осуждением, те, которые по горло виновны в этом. Которые судят. Тот сейчас начала говорить, Перша, ты меня осудила. Осудила брата сидящего. А тебя даже до ума не надо. Я никого не осудила. Осудила неоднократно. Вы судите, а я не сужу. Как было и все. Вы все время судите. А что это слова твои означают? Вы все время судите, священник. Ты как раз и осудила нас этим? Ты осудила. Игнать Ильич, я хочу вас обвинить. Давай. Вот если бы вы меня не научили тому, что научили, что если бы вы не написали эти 40 томов отрытым оком... 38. 38. Простите. Ну а там еще в интернете. Да, в интернете еще есть. Так вот, если бы вы не научили меня читать книгу правил, если бы я всего этого не знал, я бы пришел в храм, спокойно бы простоял, потолкался бы между ними, там свечку поставил бы. Подошел бы к иконе, поцеловал бы. К кресту подошел и ушел бы. Никому не нужный, и мне никто не нужный. А сейчас я прихожу, я вижу, не я, а мои знания священного писания, книги правил, они осуждают действия, происходящие в храме. Сколько там процентов? 70 с лишним процентов ежедневно, намеренно, целенаправленно... 57 процентов. Вот. Правила нарушаются. Нарушается. Сколько? У меня все вокруг, изнутри противоречит, когда я вижу, когда цыганка с открытыми грудями подходит к этому священнику, он ее накрывает, Петраховый, даже так было. И в брюках, и полуголые, как с пляжа пришли. Он ее не стал исповедовать. Он пошел в этот самый, туда, в алтарь, приходит из алтаря, ему указ был дан, накрыть ее, и Петраховый говорит исповедовать ее. Это что? Я когда беседую с сектантами, они говорят, а что она что-то... Нет, это не я осуждаю, это правило осуждать. Я говорю, вы не... Вы осуждаете. Мы. Они так любят, у них везде любовь. Я говорю, вы осуждаете. Да где осуждаем? Я говорю, скажите, вы соборы признаете? Конечно, нет. Раз вы их не признаете, вы считаете, что они неправы? Конечно, неправы. Значит, все вселенские соборы вы осудили уже. Они неправы, лжецы. Дальше. Все святые отцы, это 1173 биографии, жития святых-то. Вы их признаете? Нет. Вы осудили всех с первого века до возникновения своего в 1639 году. Баптисты возникли. А мы никого не судим. Не судите, а все вот так спихнули. Вы же говорите, они неправы. А говоря неправы, вы говорите, что это лжецы, это одно и то же. Вы осудили всех, всю вселенскую церковь. А в себе они, мы никого не судим, это вы нас сектантами называете, судите. И добиваются, чтобы нигде сектантами не называли. А как называть? Все словари говорят слово секта. Освященно. Вет, не предоставляющие плода, отсекают. Слово сечь. Так что слово осуждать, не надо его произносить. Действием твоим. Ребенок не слушается матери, он осудил мать. Что она не права. Слово осуждения не обязательно, чтобы оно произносилось. Так что этим не играть не надо. Надо вникая в себя и в учение. В учение я могу вникать. А в самого-то себя как? Когда я одобряю то, что осуждено Богом. Чтобы в себя вникать, ты должен во свете Библии смотреть. Вот тогда будет разговор уже на другом уровне. Я должен смотреть и видеть. Во мне вот это не так. Почему Бог не так сказал? Я хотел еще добавить ко всему тому, что Христос, когда жил, он жил... Ну, вот Писание все, я на Тимошке говорил. Это ветхозаветное все было. И Христос церковь новозаветную только образовал. И то, его уже не было 10 дней, когда Дух Святый от Отца Исходящих пришел. И дальше люди жили уже верные, апостолы, 70 апостолов и верных 500. Из некоторых, которые усомнились, Престая Богородица там была, вот это мы все читаем, то, что знаем людей. Они уже начали жизнь такой жизнью, которую Христос захотел им показать. Он им рассказал, как надо жить. Он дал направление, пример, почему мы говорим, по твоим окровавленным стопам, Господи, желаем идти. А что такое окровавленные стопы Христа? Это то, что он страдания перенес. За что? За истину и правду. И кто его гнал? Написано, свои гнали его. А теперь дальше. А теперь представляем такое стечение обстоятельств, что много-много верующих, вся земля верующая. А кого гнать-то будут? Что, страданий не будет? А Господь это не сказал. Оказалось, что даже среди своих верующих большинство против тех, которые несут истину, которые идут по окровавленным стопам. Именно так. Вот оно, что случилось. И теперь самое интересное. В нашей общине в чем? Почему все прислушиваются? Потому что у нас большинство, оказалось, тех, которые не поносят своих братьев, которые могут правильно обличить и не оскорбить, не поносить, а обличить по слову и показать. Не то, что ты. У тебя зданий нисколько нету. Ты читай побольше. А Игнатий Тихонович тебе показывает. Ну, я иногда тоже. Братья. Так я прочитаю третье послание. Вот слово Божие. Я прочитаю отсюда. Вот, соответственно, тихо, вот. Слушайте. Я писал в церкви, но любящий первенствовать, у них диатреп не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем и сам, не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет их из церкви. Ну, он нам неизвестно. Это был церковный служитель какой-то, но диатреп. И он что? Он абсолютно изгоняет всех, которые Иоанна принимает. И он любит Господство. Это Иоанн в ответ говорит, а я приду, напомню. Да когда Иоанн пришел к ним, он начал его дела, говорит, он осудил его или нет? Я теперь уже заботюсь не о диатрепе, а об Иоанне-то. Он говорит, приду и напомню его дела, диатрепа, который изгоняет всех. По нашему мысль судить, как говоришь, что-то ясно, в лицо он нет, лично его нет у диатрепа. Диатреп в другом месте. Он уже отделил себе общество отдельно. Церковь он не признает. А Ян говорит, я приду и напомню. Еще об Александре, о Димитре здесь же говорит. Откуда ты взяла что-то в лицо? Это вообще нужны никакого нет. Это если против тебя. Против тебя, написано, согрешит брат. Выговори ему, против тебя. Если не покаяться, ну, двух-трех. И дальше вариант какой? Не покаяться всей церкви. А если не покаяться, против тебя. Ну, вот тогда, как мытарь грешник будет. Решил я вот так, как ты говоришь, в лицо обличить одного такого очень умного тут священника, отец Александра, Дмитрия Ростовского. С Игнатием Тихоновичем посоветовался. Составил программу. Брат-помощник. Два брата еще помощника. Один здоровенный. Нагрузились книгами. Ну, вот не даст соврать. Не знаю, еле таскались с ними. Все, договорились, созвонились с ним. Я с ним к нему сходил. Он, да, да, конечно, приходите на беседу. Да там, это, кружок такой у них был, слово веры. Сейчас уже не знаю, есть или нет. Слово. Да, слово. И вот теперь, и мы туда идем. Идем, это Дмитрия Ростовского, все, приходим, все, кабинет закрытый, наглухо запечатан. Нету. Начинаем его искать. Один туда, другой сюда. Пока братья раздают наши маленькие такие визиточки. Там просто сайт и куда приходить на занятия. Больше ничего нету. Так, не беседовали, ничего, люди выскакивали с церкви, быстрее убежать, потому что служба закончилась. Вот он появляется. Он появляется такой. Я говорю, мы же с вами договаривались два дня назад. Ну, мало ли что, мы тут договаривались. Я же все-таки священник, у меня же, мол, никак у вас делать вам нечего. Я же все-таки весь в заботах, весь в трудах. Ну, вот сменилось у меня. И что теперь? Что я тебе должен? Оповещать или что? Я говорю, ну, простите, батюшка, я просто к тому, что, ну, может быть, раз мы тут, видите, с торбами поговорим тогда, ну, сколько вы один, ну, ночью просто побеседуем. А беседа какая должна была быть? Я им сказал, что они неправильно делают, что они берут толкование блаженного ферфилактора. Он говорит, да мы знаем его и так без этого, блаженного ферфилактора. Я говорю, давайте раскроем его тогда. Посидим, почитаем вместе. Он, ну, пожалуйста, давайте, мол, раскроем. Все. А они там изучали в этот момент. Достоевского изучали, Пушкина изучали, Гоголя изучали на своем слове. Ну, вот брат был, вот знает, как это происходило. Там у них был, Ну, я-то не знаю, и могу сказать, что-то было тоже. Так я не знаю, по-разному. Да, ну, то есть, такие они. А блаженный ферфилактор, они только все время говорили, да, 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 ну, конечно, ну, да, нужно. Но я решил батюшку и подбодрить заодно, и побеседовать, и все, и рассказать, и как бы там заодно немножко и обличить, где-то выговорить, ну, такой беседе, такой за круглым столом, как ты, сестра, желаешь этого. Батюшка сразу мне это сказал, а ты с чего взял, что я с тобой вообще буду разговаривать? Я говорю, здравствуйте, я к вам приходил, я вам звонил, вы мне так хорошо отвечали, а теперь, когда я пришел с торбами, загруженный, как ешак, вот так под горой, ну, чтобы все было по книгам, божьим, естественно, вы меня это, прогоняете, что ли? Иди, и чтобы я тебя и не видел больше, ты вообще мне не нужен, кто ты такой, чтобы я с тобой беседовал, кто ты есть? Я говорю, ну, я счет православной церкви, зарубежной. Ты раскольник и еретик последний. Вместе со своим, ну, помянул, конечно, и все. И ты хочешь теперь. Это что, думаешь, я первый раз пытался? Ну, что ты открываешь рот? Не надо открывать. Я знаю, ты сейчас начнешь придумывать на придуманное уже. У тебя правило на правило, правило на правило. Ты всегда относилась ко мне со своим мужем предвзято. Всегда это было. А почему? Я думаю зависть. А львови. Я в углу-то сижу, из-за чего? Слава Богу. Твой муж выступил. Я сразу принял атаксерство и так же ушел. Все. Со мной спорить не надо. И почему я спорить на ответ не даю? Я сразу послушался и как будто меня не было. Я сленел. Полностью сленел, намертво. Игорь Михайлович, нам это не нравится. Не нравится. что не нравится. Но я брату уважаю. Мы сохнем. На службе у нас нету теперь проповеди. В собрании... То мы слушали... Я ушел отовсюду, от проповеди. Каждый в службу говорил, где проповеди. Куда бросили-то? Вы еще живы. Я не держусь, не за счет совершенно. Ну, это нам понятно. Ну, вы о нас-то должны тоже позаботиться. Вы надеялись. Оставляйте нас на свои глаза. Мы-то на рукой паек сели. Вот она, сзади. Паек. Нет, это у меня дома есть. 30 минут. Разный. Вы нам живы нужны. Нам нужна ваша живая речь. Живое слово. И вот... Вы знаете... Значит, речь зашла об осуждении. Судить священников не надо. Ни под каким образом. Не надо. И чтобы... А написано суждение. Рассуждение. И осуждение близкие. Они прямо рядом. А если грани это нет, легко нам перейти к осуждению. Ее надо поблагодарить, что она сказала это. Это она нас предупредила. Вы, ребята, балансируйте где-то совсем рядом. А может быть, не раз уже залезли за этот барьер. Сами того не видите. Суждение. Суждение близкие. Значит, к ней отношение какое? Благодарное должно быть. Что она прочитала. И явно прочитала. И именно для нас. Не то, что мы не знаем. А показать. Вы нарушаете. Вы на проповеди златоуста. Вот сейчас я считаю, это как будто златоуст здесь. А вы делаете совсем не так. Вот, значит, принять это и ни одного слова, вопреки ни глаголам. Мы только пояснили, какая есть разница, почему мы об этом ревнуем. И может быть, где-то согрешили. прости нас, прости нас, Господи. Все попросите прощения. Прости, Господи. Пастыря не надо судить. Иначе мы просто потеряем многое. Ну, а говорить надо. Вот я сказал, все, там у меня материал к истинному православию, там написано, вот священство. Там выписано и всех святых отцов. Я там такой материал, такие пласты поднял. Кто говорит, Нил Синайский, что об этом говорит, Макарий, что говорит, Иларион. Все абсолютно там выбрал. Самое ценное. Мне очень помогли многие священники архиереи в сборе этого материала. Вот говорят, вот он написал, а только одни слова. Я собрал. Это сборник материалов, которые для меня были. Вот это впервые увидел, озвучил Андрей Кураев. Ему дано это понять было. Почему? Он у меня все данные книги сюда приезжал, здесь он был в этой комнате и брал книги. Он маленько где-то там не совсем точно сказал, но такая неточность ни на что не влияющая. Он говорит, у них кто опаздывает, в храм уже не запускает. За 15 минут, если не пришел раньше, все, говорит, на улице стоять будет, невзирая там на погоду. Я сдал пояснение. Нет. Если опоздал, мы за 7 минут раньше заходим молиться. Человек стоит в коридоре. Как только кончилось, молча молитва, никто не разговаривает. В это время все опоздавшие заходят. Так? Вот так. То есть надо посмотреть где-то и немножко иметь юмора. Если нет юмора, это переходит в старообрядческую свирепость. И тогда ты еретик, переходи к нам. Нам этого нельзя говорить. Никак нельзя. Нас очень сильно судят. Вы там не признали. Мы признали все. О каноническом общении. А в объединении речи даже слова не было. Вот Виктор Андреевич там был, когда в Америке они военные. Собирались в Нью-Йорке, в Сакраменто, где они там были. И вот когда интересно, вы говорили, а они говорили, писали об этом, зарубежная церковь, раскольники, как они сейчас говорят, говорили все время. Так. Раскол это грех? Конечно. Но у раскольников есть епископы? Да. А священники? Есть, есть. И есть приседательствующий. Из них тогда был лавр. Хорошо. А ересь? Ну, про ересь не надо говорить. Значит, раскол. Еще как они называют там? Все это православное. Да. А вот когда пошли на объединение, приехал лавр, приехал маг, епископ в зарубежной церкви. Все вместе. Никто покаяния ни в чем не приносил, ни в расколе, ни в то сего не было. И к нему претензии, то есть все остальное лгали и лгали все годы. А когда пришли, сказали, ну мы согласны объединяться. И тогда они собрались, это было торжество такое, все там служба шла, и теперь можно причащаться. И покаяния, ни лавры, никто не приносили, его не в общем приносить. Это церковь, оказавшаяся в изгнании. Писание прямо гонят в одном городе, а беги в другой. А исход был, мне митрополит Виталий говорил, примерно 4-7 миллионов. Вот это нация целая, за рубежом оказалась. 17-18-20-е годы туда ушли. И там это было, и там тоже были у них где-то нелады. Ну вот сейчас приезжал к нам сегодняшний алтайский епископ московской патриархии Сергий, я ему, он же в машину садится, а какие мои беседы-то, вы слышали мои беседы? Я ему все сказал. Я говорю, вы не забывайте, какая у вас кровушка течет сталинско-береской патриархии-то. Это громко слышно. И он сидит, он ни слова не сказал. Он грамотный, я знаю. И в конце я сказал, вы только нас под себя не подминайте. Да что вы. Мы уж тут рассуждали, а вас где? С патриархом или где-то. Ну видно, что они не со священниками. И решили сказать, пускай остаются как есть. И когда он сейчас приехал к нам туда, и они у себя в патриархийной газете напечатали, это все напечатано было, мы были в приходе русской православной зарубежной церкви. И РПЦЗ три раза только упоминает, а до этого и церкви нет, у вас и епископа нет, а теперь уже ничего этого не говорят. И тех, которые сейчас в Отечество Слава повторяют, и те, которые ушли, а куда он епископ делся? Епископ был и есть, Иларион. Иларион не будет, будет избран другой. И мы вообще не в полном. А зачем бы они с середиками, с раскольниками-то служили-то? А он приезжает-то со священниками, с семинаристами. До него был Максим, ну это все заснято. А это если только мы таковые, а он с нами служит, ему голову рубить надо. Виноват, это не мой, а ты нам клеймо клеил, а теперь идешь и... Ну ничего этого нет. Теперь вот это, как будто бы у нас отношения сейчас совершенно нормальные. Совершенно. Игнатий, это все проверке поддается легкой. Знаете же, все проверяется, любое уравнение. И это тоже, только это жизненное уравнение, оно самое сложное. Мы же идем, сейчас в церковь, ну вот Покровский собор, и после службы выходим и начинаем раздавать визитки. И сразу мы все узнаем, потепление, все их не растепление, кто дурак, кто козел и так далее. Игнатий, это прошлое было. Да это и сейчас будет то же самое. Я не знаю, сейчас. Ну давайте, мы проверим прям. Вот они так проверяют, что мы сейчас идем в собрании. Куда вы ходите? В храмы. Да вот две Галины. Вы там сколько раздавали, когда вышли после храма? Сколько раздали визитки? Я не раздавала, мы беседовали. Сколько вы раздали визитки? Даже со свидания. Не раздавали. Все. До свидания. Мы разговор закончили. А вот смотри. Просто будем раздавать визитки. Вот наши квиточки. И все. И вы все поймете, все потепление даже. Послушай, когда он был в Потеряевке, вот этот, Сергий-то, я ему даю визитки, даю всем священникам, за столом, это видно, как я даю, даю семинаристам, он ни одного слова, он сказал, да что вы берете там ерес, бросьте, не берите, ни слова. И я думаю, ну я в моей мысли, что он никогда и не скажет этого. Кто, епископ? Вот, по крайней мере, по сегодняшний день. Епископ не скажет, и Максим бы не сказал, а семинаристы скажут, другое научение. Я им сказал, когда сидели за столом, и они вот это говорили, козел, кричали дурак, я говорю, у вас вот это, наверное, отличники, отличники, это, волчатник ваш, я говорю, и вы главный, который их, помнишь, я им прямо в епархии это сказал, вот эти семинаристы, это ваш волчатник готовите. И он же не сказал, да что ты, это мои семинаристы, лучшие отличники. Один стоял, смотрел в стороне, стоял, я даже на него внимание обратил на парнишку, они все нападают, это священник, отец Александр, тоже, да вы там раскольники, все. А тот стоит, так в стороне стоит, такой спокойный, думаю, все, потом вышел так вперед, растолкался всех и говорит, о чем мы с ним, говорит, разговариваем, давайте морду набьем бородатому. На него больше всего надежды возлагали, что он прояснит, а он прочистить решил морду. И рядом сестры стоят, и сестры, это что такое? Сестры начали меня защищать. Мне так это всегда смешно, когда сестры кидаются. А когда я сказал, это Максим, сидели за столом, Максим, а кто это? Меня защищает. Кто это? Я говорю, да те, которые были, двое из них на этой фотографии сидят. Вот это. Но Максим про это не знал. Все на него возлагать не надо. Но воспитание, это, конечно, от них. Мы сейчас пришли где-то, и православные священники, мы бы начали дурак там, вообще его выразить нельзя. Вот это называется поношение. Это настоящее оскорбление и так далее. Грубо. Это не осуждение. Притом, когда просчет воскресенья, только все отошли от креста, священники всей епархии, и они вышли на нас туда. И мы ни о чем не разговаривали. Что вы будете сам получили? Маленькие такие были. Написано, наш сайт. Даже форума-то не было. Мы даже тебе не можем шутить. Все уже. Все закончилось. Все, давно уже. Но вы златоустка прошли сегодня. Нам подчинали изначально. А, ну да. Ох, крепливые вороны. Молитесь. Давайте, давайте. Игнатий Иванович, дайте вас послушать немного. Господи, Господи, Господи. Господи, Боже наш, слава тебе. Аминь. Аминь. Хлеб наш насущий, дашь нам днись, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. 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 Аминь.